Столица республики Адыгея, город Майкоп, на адыгейском языке пишется вот так И здесь Мэй это яблоко, а Ккапе это долина, долина яблок Действительно, яблони здесь на каждом шагу По дороге из Майкопа на Гузырипле располагается уникальное место Это туристический приют Беловодье От всех других гостиниц Беловодье отличает наличие двух музеев И это понятно почему Утверждают, что в этих замечательных краях разрешалось селиться только тем мусульманам Которые совершили хадж, то есть святое паломничество в Мекку Оттуда и название хаджох Здесь все дышит стариной Здесь все имеет свою интересную историческую окраску В музеях туристического приюта Беловодье Можно окунуться в доисторические времена Во времена, когда эти земли были дном протоокеана Текис Вот эти окаменевшие ракушки Дают представление о том, какие обитатели жили в этом океане Рядом с палеонтологическим музеем располагается музей быта наших предков Он рассказывает о том, как жили обитатели земли хаджох Вот они, настоящие окаменевшие аммониты Большущие ракушки, которые жили несметное количество лет тому назад На дне протоокеана Текис Эти ракушки можно найти вот в таких непримечательных с виду камнях Если этот камень каким-то образом раскалывается То ракушка выходит на свет Божий Вот так Замечательная вещь Аммониты своими размерами могут достигать полутора метровой величины Ну, эти немножечко поскромнее Вот самый крупный аммонит 58 сантиметров А это гордость музея Беловодья Каменная, да-да, каменная цепь Вырубленная из единого куска На этих звеньях нет ни одного стыка Как вам это? Кто делал эту цепь? Для чего она предназначалась? Никто не знает Субтитры создавал DimaTorzok